Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводили цикл бесед, который называется «Во свете Библии». Перед нами Библия Синодального издания 1876 года. А далее вопросы. Нам сложно подражать, копировать, как делают в студиях. Предварительно что-то там мелькает, кружится. Мы просто вопросы и ответы. Вот в моих книгах здесь, на столе лежат, я отвечаю на 4124 вопроса. Мы решили не по телефону, у нас такой возможности нет. А вопросы, которые нам подают, здесь будут озвучивать эти вопросы. А я постараюсь по милости Божией ответить. Ответы согласно Слову Божию, канонов, Вселенских поместных соборов, святых отцов, жития святых. И что из святых отцов, кто отвечал? Так, пожалуйста, вопрос. Вопрос возникает с последними событиями, благовестия нашего в городе Барнауле и в других местах. Ну вообще практически везде, по всем регионам России, но и за рубежом тоже. Вопрос о сектантах. Звучит он на основании слов Спасителя, который говорит нам о том, что мы должны заботиться о ближних своих, особенно о тех, которые близки нам по вере. Это апостол Павел об этом же говорит. То есть мы заботясь об этих людях, беседуем с ними, пытаемся им рассказать о истине. Ну пытаемся почему? Потому что иногда нас не слушают, иногда отвечают пренебрежительно, иногда вообще не хотят разговаривать. Отсюда вопрос следующий. Это пренебрежение сектантами духовного наследия церкви православной, то есть истинной церкви, которую Христос основал. И как говорится в Евангелии от Матфея 28 глава, все с вами во все дни до скончания века. Откуда это пренебрежение возникает и как правильно подходить, относиться к этому явлению массовому, которое сейчас мы видим в сектантстве? Я за основу беру первое послание Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих. Когда Павел перечисляет отрицательные образы, бывшие прежде в пустыне, похотения, как люди погибали, из-за непослушания, когда не было у них смирения. И говорит, это были образы для нас, достигших последних веков. И причина, чтобы мы не были походливы на злое. Первые люди, которые попали под какой-то пресс, на которых упала башня Селамская, Господь говорит, если не покаетесь, так же погибете. Но толкователи сходятся на том, что последующие, кто это же делает, они более строго наказываются, потому что впереди был уже пример. Уже ты видишь, следы оборвались и пропасть. Зачем ты это делал? Ты видел на твоих глазах наказанного, для чего публичные казни бывают в Китае, у мусульман, ну чтобы и у евреев так же было побить камнями, все обязаны были бросить камень, чтобы другим было неповадно. А если где-то в закоулках, там расстреляли, щекотила, никто не знает, их сто рядом плодится, показывает, когда он живет, еще там в заключении, как он под себя хвост поджал, уже не тот герой. Вот сегодня это понимают и показывает Радуева и остальных, какие были, как они себя вели, когда резали головы и когда оказались плененные, теперь в застенках уже сидят. И вот мы должны посмотреть, как это было в древности, то есть в Ветхом Завете. Один из примеров, это число 16 глава. Нашлись люди очень знатные, известные народу, у которых было много последователей. И они прямо представили Моисею счет за все, что ты делаешь. Почему мы даже тебе подчиняются? Все святы, когда говоришь о священстве, сектантам, ну мы все священство, избранное святое, мы цари, священники Богу Всевышнего, они это слова из священного писания. Но они повторяются с такой окраской и оттенком, что мы видим, это отзвук слов, которые Дафан и Верон Кореи говорили. Самое страшное наказание, какое было на страницах Библии, это не молотинки Давида, не обжигательная печень, но живьем в ад. Притом только один раз и навсегда. И спрашивают, а за что? За отделение от церкви, за отделение от установлений Божьих, за претензии быть такими же. Диатриевы всегда встречались. И вот мы мысленно перенесемся в то время, как бы сторонние наблюдатели, ну понятно, с Аханом взял заклятое, понравилась вещь, я закопал. Скажите, вам чего не хватало? Ну почему мы должны подчиняться им? Ну Бог же везде дышит где хочет. Я 50 лет миссионерствую, я знаю все ответы сектантов, у них заготовка. Если им не нужны эти молитвы, какие в православной церкви, а сами свои сердца, там такое ворочат на молитвах. И при том они, если я постоянно хожу к ним на собрания, вижу, они букву в букву повторяются. А они такие же заученные молитвы. Но только молитвы по строю, по высоте, по духовности даже близко не стояли. Он-то просто плетень в другой раз сгородит. И в конце хочется сказать, не веди нас, Господи, в искушение. И вот здесь, я неоднократно на эту тему беседовал. Я говорю, ну вы считали о том, что Бог устроил все как ему угодно. С этим все согласны. Ну и в церкви, не только в мире, строено движение звезд. Каждая планета идет по назначенному ей пути. А не так, когда я хочу, стою. Почему, говорит, как было лето, зима, ночь, день. И так будет вовеки. Перечисляется. Это зависит от движения поворота земли. Такие же движения повороты устроены Богом здесь на земле. Мужчину сотворил, женщину, а далее извращение полов идет. И когда построен, уже был дом Божий, было написано. Тот-то первый священник, это левина, колено. Ну а кто-то из другого колена. Можно, конечно. Ставят священники, кто пожелает. Но кто это делает? Иераваам. И теперь в грехе Иераваама по тонне 10 колен. Но их больше, сектантов больше, кое-где уже больше. Это все наследники Иераваама. Кого хочу, того и поставлю. А написано, одних поставил пророками. Во-первых, говорят, апостолами. Во-вторых, пророками. Я спрашиваю, скажите, а кто апостолы? Тут они безошибочно перечисляют. Пророки начинают колебаться. Называют Агава, там еще называют дочери пророчицы были у Филиппа. Все. Они не знают больше никого. Для них церковная история закончена в первом веке. Вот в чем дело. Я говорю, а в третьих-то, учителями? Кто? Ну, апостол Павел. Ну, мы уже перечислили. Первые апостолы. Мы это надвинули. Все, закрыта дверь. Дальше в дверь открываются пророки. Одного назвали двух. А кто учителя? Если там первый век, а их уже 20 веков, то учителям досталось уже 20 веков. Апостолы не повторяются. Вы себя называете кто? Да мы евангелисты. Евангелистов было четыре. Не надо рассказывать нам. Мы знаем, Евангелие считаем. У нас Библия. Евангелистов было четыре. А лживых было много. Церковь не признала каноническими поддельные апокрифы. Так вот теперь мы говорим, эти жили, а они умерли. А учителя остались. Почему? А учителя требуется каждый день. И Бог так распределил, что институт учителей, ну, институт это как бы сообщество, оно распределилось на столько лет. Я говорю, в первом веке были. Он говорит, поставил. Когда Павел писал, он говорил о том, что они уже стояли. Учителя кто не знает назвать. Я еще за 50 лет ни разу не встретил никого. Когда до них доходит, что я спрашиваю, они, а, Елена Уайт, правда, Милля ранее, законопатии или нету. Все. Дальше они начинают с своих бакмейлдеров. Они не могут никого, у них истории нет. Для них церковь началась с 1841 года, от 1907 до дня. Если баптисты, они никак раньше Джона Смита не могут пойти. 1609 год. Он самокрещенец возложил на себя руки в воде и произносил себя пресвитером. А в Роджерсе, в Англии, уже в 1639 году первая община. Так он учитель? Ну, ясно. Сперджин учитель? Да, конечно. Прекрасная проповедь. Ну и дальше они всех перечисляют. Ну а где вы были, если Господь во все дни до скончания века, а где в 15 веке? Ну, одного хотя бы назовите. Вы говорите, всегда были так, как вы верующие. Ну, такие, как вы. Чтобы так верили, так собирались, так понимали, не надо рукоположения. Или с нуля начинаете. Так какое оно рукоположение? Без всякого прикословия, меньше благословляется большим. Но у вас первый, это неблагословленный самозванец. Но если он самозванец, ну кого он может ставить-то? Какие генералы? Это когда он сам никто. А какой он президент? Он никто. Я говорю, 13, там 12, 11, по порядку, веду их к низу. Ни одного, ни еговисты, про них говорить не надо, ни баптисты, никто не может назвать ни одного до первого века. Тогда маленько их пыл охлаждается. Но они должны быть, соглашаются, должны быть. А что у церкви были, да, да вы не знаете, слушайте, Игнатий Богоносец, епископ Антиохии, брошенный Адрианом императором по навету на арену Рима и погиб от зубов и львов. Это был тот ребенок, предание говорит, которого Христос обняв сказал, таковых я царство небесное. Вы его не признаете? Молчат, не знаю, они не знают. Ну хорошо, Иринея Леоновский, дальше начинает перечислять. Второй век по порядку. Кто? Ученик Иоанна Богослова. Если все время он с ним ходил, ну неужели он ничему не научился? У Иоанна Богослова любимый ученик. Вы его назовите? Не могут назвать. А Прохора слышали? Ну ничего не могут сказать. У них, у сектантов, невежество больше, чем у православных тысячу раз. У этих хотя бы книги есть, хотя бы батюшка знает. У этих никто ничего не знает. А как? Иконы и идолы. Все на этом закончилось. Учение закончилось. Это старобряческое. Ты еретик, переходи к нам. Но если вы все от Бога, то почему у вас 21 тысяча сегодня насчитывается? Все разные, не признающие друг друга. И спрашивается, а какое качество, которое разделяет? Гордость. Вот от чего столько разделений. Когда в Барнауле тут стали появляться разные сектанты, после, ну, во время перестройки, я со всеми встречался. Новая жизнь. Или церковь Христа. Благословение. Ну там разные названия. Новая жизнь. Это у нас Павловский район, там газета такая выходит. Но они еще увидят, одно, два слова, они их взяли. Апостольские христиане. Когда вы возникли? Самый роковой вопрос. Они не могут назвать. Если знают, они таят. И шуршат, где попало. А зачем нам это нужно? Дух дышит, где хочет. Ну это мы все знаем, дышит. Но в паспорте у тебя написано, когда было? Мы говорим, когда жил Иоанн Златоуст. Какой был Первый Вселенский собор? В каком году? Сколько епископов было? Второй Вселенский? Семь Вселенских? Девять поместных? Ну вы одного назовите. Когда у вас первое произошло совещание, вы же собираетесь где-то? Нет названия. Бывают иногда из них более-менее такие честные. С американцами я встречался. Они начинают называть. И то цифру лукавят. Они добавляют на нее чуть не столетие. Я говорю, да вас не было тогда. У вас вот первый кто. Так разве так? Друг друга спрашивают. Ну да так. Так, мы заговорились, мы же верующие. Давайте по-серьезному. Вы возникли уже в 20 веке. А церковь-то основана тогда. И считаем Матфея 16-18, что Господь говорит, я создам. Церковь ее еще не было. Он говорил о будущем времени. День 50, если придет. И врата ада не одолеет ее. А что такое врата ада? Ну как? Из ада вытащить ворота и на церковь ударить? Или как? Чтобы не одолели-то? Не знают. Вот в этом-то все. Что у вас нет смирения и вы отвергли все святоотеческое толкование. Врата ада это еретики, это вы. Это вы и есть врата ада. Это все гонители. Они никогда не говорят, кто такие еретики. Я говорю, вот написано, еретика после первого, второго разумления отворачивается. А кто еретики? Ну это секта такая православная. Но вы слово секта знаете, что такое? Не знают. А что такое ерес? То есть классического выражения нет. Я двумя мог бы словами сказать. Без священства. Где нет закона рукоположенного священства. Далее добавляю. Закона рукоположенного от апостольских времен херотония. Нету. Это вы. А где это известно? Политический словарь. Возьмите. Госполит издат. Им безбожьи было это все равно. И далее. А почему сектанты называются? А написано в Евангелии 15 глава. Ветер, который не приносит плода, отсекается. Отсеченная ветер. И засыхает, и плода не приносит. А то, что вы там суете, падаете, пену пускаете, это не церковное. Церковное это написано чинность, благочиние. Всегда такое было. На любое богослужение придите в православную церковь, исторические, которые оттуда идут, у католиков. Посмотрите, как все стройно. Конечно, более красочно, чем у православных, нигде нет. Я и не призываю туда, но вы сами, где имеете возможность, посмотрите. И когда говорят, ну, кто православное толкование уже знает, святых отцов, а это 300 томов фолиантов толстых. Ну, возьмите хотя бы что-то. Вот у нас трехтомник, это Блаженного Фефилахта, толкование Нового Завета. Господь позволил нам издать. Вот. Вы знаете толкование? Нет. Вот ко мне приходят руководящие деятели разных сект. Но я им задаю вопросы. Скажите, в двух вещах, в которых не приложен, невозможно отречься Богу, о чем говорится? Не один. Как отец Геннадия рассказывает, когда первый говорит, я говорю, изберите какую-то тему, какую знаете. А он-то преподает, преподаватель в университете, у баптистов руководитель молодежи. Ну, думает, что уж я знаю, это о крещении. Ну, баптисты. Мы, само слово, монтированное у нас, это как с адвентистами беседовать о субботе. Они не знают субботу, и что она означает? Вообще не знают. Я ни одного адвентиста не встретил, который знал бы субботу. И с этим начинаем беседовать. Ну, и в конце он видел, что крещение у них неправильно, и не имеет права даже преподавать. Я говорю, ну, еще изберите какую тему. О десяти девах. Ну, тут я наизусть знаю. Я, говорит, когда закончил, Игнатий сказал, ложь. Я так висел, как ложь? И стал говорить, конкретно скажите, что означает крик, раздался крик? Я остановился, как первый раз увидел. А что означает заснули? Ну, заснули, это вот духовно ослабели. А если духовно, они ослабели. Вы так проповедуйте, да, так, братья и сестры, надо духовно быть бодрыми. А вот заснули. Так мудрые тоже заснули. Ну, да, почему им упрека нет? И заснуть зависело от них или от Бога? Если от них, то упрек обязательно был бы. А если нет упрека, значит, не от них зависело уснуть. А что тогда? Это смерть. Друг нашла, залюснул. А говорила, естественно, смерти. Друг наш Павел и Иоанн уснули, и я их иду воскресить. И вот этот, который раздался, жених идет, это архангельская труба при последней трубе, его мертвые восстанут. Когда им все это разложил, что такое елей, что такое базар, куда пойти покупать, почему не вошли, все до одного согласились, дал ложь. Но он у него ум-то исследовательский был, он сказал, и в этом у нас ложь, а как я могу в другие места тогда доверять. Канун соборный гласит так, допустим, человек кого-то обвиняет, обвиняет, и там пять пунктов. Он у меня забрал корову, а потом он у меня отхватил землю где-то, а потом дрова были, он у меня вывез. Ну и начинает разбирать. Разбирает, а бык дома, соседи говорят, никуда его быка не уводили. Все, суд остальное уже не разбирает. Если в одном он не доказал, а как ему дальше верить-то? А сейчас так, из сто обвинений, если хоть одно доказано, будут верить и все остальные 99. Извращение суда. И вот почему сектанты не верят вот этому наследию церковному? Потому что даже при одном толковании, при одном, одного стиха, видно их убожество, неверие. Они не знают Писание совершенно. Вот я с ними беседую, когда, как правило, Пища нас Богу не приближает и не отдаляет. Я говорю, да в Библии-то такого нет. Как нет? Есть. Я говорю, скажите, вот вас сколько, из 15 человек, руководящие братья. Вы верите, что в Библии? Да, так написано. А вы можете указать? Да что, не надо? Да открывай, брат, Каримфином-то открывает. Пища не приближает. А где же у меня не отдаляет? А ну-ка ты открой. Он думает, что ему стер кто-то там. Так а ссылки как? Параллельное место нет. А симфония есть, открыли, нигде нет. Да как же так? Мы же все время проповедуем. Да не вы проповедуете. Батюшки так проповедуют, православные. Пища отдаляет. Это сатана вложил вам в рот ложь. Как отдаляет? Да так. Отдаляет от Бога. Толстая чрева не рождает тонкие мысли. Адам из-за пищи вывалился с Евой. И последний антихрист будет давить на чрева, не продать, не купить. И в пустыне они роптали, приготовь пищу. Пища отдаляет. Ну и так, каждый вопрос, какой бы ни был, везде брак. А что нужно? Говорят, с лбом до земли, рога в землю. Прости, Господи, куда мы зашли? Такое наследие отвергнуть. Но так как они к этому не привыкли, тот приходящий, они не могут выслушать даже ответ до конца. Вот молодежь, баптистская, пришла, ну и спрашивает, а у вас вот, мы слышали, толкование есть? Да, молодежь, отвечая, есть толкование святых отцов. А чье толкование? И оно златоуста. А его можно послушать? Да почему нельзя? Садитесь. Я открываю златоуста и начинаю, вам какое место? Ну тут одно, другое, ну, пятое, шестое там, о том я открываю и начинаем толковать. И вот они сидят самое больше 15 минут. Я уже время даже засекал. Начинает крутить, головами вертеть, смотреть на иконы, пялиться на надписи. А где он златоуст, когда про это скажет? Ну сейчас он подготовку делает, да сколько же можем? То есть 15 минут это запредельно далекое. У них, как Расул Гамзатов говорит, другой океан, если это у него бурьюк на два литра может быть. Все, он не вмещается. И в храм придут, они вот так вот вертятся, не могут стоять. А мы приходим на их собрание, четыре раза в неделю, я четыре раза ходил и по два часа сидел. И не повернусь никогда. И поднимаемся, и выходим. Почему? Православное. Потому что мы ходим на исповедь. Главная причина сектантов, их упрямости, они не признают духовенство и не ходят на исповедь. Каждый варится в собственном соку. Надменее, не выскажешь сколько, поза глазах. Вроде знает, ходит, но если ты знаешь, ходишь, почему у тебя терпения нет? Вот мы собираемся беседовать. Тема заранее избрана. У баптистов это иконы идол. Ну давайте по иконам побеседуем. Ну сколько? Ну поставим так. Часы шахматные. Нажал, значит, мое время твое. Другие будут записывать. Время одинаковое. Согласились? Ну конечно, это справедливо. Ну вначале по 15 минут, а потом по 5 минут. Ну только двое беседуют. Если кто будет мешать, встревать, договорились. Вы, ваших людей, а мы своих православных выводим на улицу. Ну хорошо. Но заметьте, что если они будут кричать хор, и вы все будете выводить. Ну договорились. На бумаге. Я люблю очень точность. Распишитесь. Начинаем беседовать. Ну не будем бросать жеребий. Да нет. Ну давайте, а бывает и жеребий бросишь даже. Кто первый будет говорить? Они начинают говорить. Исайя 44 глава, Псалом 113, и дальше идут. Исход 20 глава, они делают изображение на то, что на небе вверху, на земле внизу, в воде ниже земли. Ну и все. Он в 15 минут может повторить 3 раза. Даша-то ничего не занят говорить. Но договорились так. Если 15 минут, а ты говоришь 7, то мои 15 остаются в силе. Даша, если по 5 минут дальше и говорим, я еще не высказал. Вы говорите. Я сказал все. Я дальше беседую 5 минут. Я говорю, ну следующие твои 5 минут. У меня больше нечего. Тогда молчи. Я еще 5. Я 5 предлагаю и так. И я наберу еще полчаса. Мы договорились. У тебя нечего говорить. На твою пустоту равняться не будем. Я буду растолковывать каждый стих того, что ты говорил. Такой порядок. А сегодня сектанты, они не такие, что 50 лет назад были. Им говорю, высылай места в Писание. Он ни одного не открывает. Он перескакивает и дальше. Я говорю, ты хоть читал? А считать вредно это. Да ты же не смотрел, вредно или вредно. Осуждаешь солженица, а в руки книги не брал. Начинаем беседовать. И уже буквально через несколько минут начинает искрить. Шопчество. Мы договорились, не шептаться. Кто желает сказать, пишите записку и своему подавайте. А он будет озвучивать. Православные мне будут подавать. Правильно, такой порядок должен быть. Тишина. Чинность. Наконец начинается крик. Я говорю, попытайтесь вывезти. А что я должна выходить? Мы договорились. Вы должны выйти. Вы же нарушили. Ваш руководитель не может посадить на место. Она стоит, кричит. Ее второй поддерживает. Будем беседовать дальше или вы? Самое опасное, что сам руководитель он на их стороне. Но почему мы должны выводить? Ваша подпись стоит. Вы считаете это нормально? Что я говорю, они перебивают. Но выслушали до конца. И глуп, куда дает ответ, не выслушав. Все раховы говорят. Глуп. Они не могут совладать с обстановкой. Православные все молчат. А было у вас, что православные кричали? Повторяю, за 50 лет ни разу. Вот вам еще доказательства. Где демон, где Дух Святой. Вот где Дух Святой. Здесь у меня бывает так, беседую я, а тут бывает несколько священников сидит. Как-то один раз на беседу я приехал тайно, три епископа на дом пришли. Три епископа. Этого времена советская власть это вообще невиданная вещь. Мы беседуем. Но бывает и до конца дойдет. Я скажу, что адвентисты ведут себя намного спокойнее, чем баптисты. Вот я был в Карагане, беседовали. Насколько они приветливые, как они беседовали. Я уж не говорю, какие обеды, ни кофе, ничего не сделают. Но все остальное у них задают вопрос и выслушивают. Я знаю, какие больные вопросы. А могу я теперь тему предложить? Да. Но я предложу вам тему о втором пришествии Христа, воскресении из мертвых. Скажу, что это самая убойная тема. Всегда проигрыш обеспечен до 100% сектантам по этой теме. У них воскресение, они такие схемы рисуют. А у меня очень просто. Вот оно какое. Я им рисую эту схему. Вот Христос воскрес. Вы согласны? Ну да. Христос воскрес. И тут же на Голгопе началось тысячелетнее царство. Потом я буду пояснять. А вот Христос пришел второй раз. Во время второго пришествия всеобщее воскресение мертвых в кладбище. А до этого ни один не воскресает. Вот здесь же будет сатана брошен в озеро Огненное. Здесь же восхищение церкви и страшный суд. Все это мировые остановились. Времени больше не будет. Но за три с половиной года будет пришествие Антихриста. И вот здесь будет развязан сатана. Вот это время евангельской проповеди от Голгофа до посоления Антихриста называется тысячелет. Толкование должно быть такое, чтобы ни одному месту Писания Библия не противоречила. У них сплошь одно место узо взгляда на истину. Это признак сектанства. И он берет стих суббота. Вот поздравляют и как субботой поздравлять? С чем поздравлять-то? А почему ни со средой, ни с пятницей? Они даже ответить не могут. Шалом, шалом везде. Малые ребятишки. Если они узнали о десяти, ни одной из десяти, но теперь только толкут везде. Она должна быть, суббота должна быть, но это маленькая частичка. А у православных что главное? Главное Христос и Писание. И толкование, священное предание. Не предание старцев. У некоторых даже я попутно говорю, слово предание ассоциируется с чем-то наносным, чуждым, священным писанием. Предание это Библия. Это древнее предание. До тех пор, пока оно не было записано. Пока Моисей не записал от Адама, это все было предание. Как передоусно. От поколения к поколению. Адам сколько жил от Адама Мафусаил, дольше всех жил, и Ной. Мафусаил посредник. А Мафусаил жил с Ноем и жил с Адамом. И он передавал. А дальше уже после потопа все это из уст в уста передавались. А могли они неправильно передать? Не могли. Не могли. Почему? А Господь говорит я бодрствую над Словом Моим. В других народах могло быть, у евреев этого не могло быть. Не могло. Потому что Бог их уже избрал, давал им пророков и о пророке говорили в Духе Святом. У православных в Духе Святом говорили святые отцы. Так они говорили по-разному. Были вещи, где они разночтения говорили. Это означает то и другое приемлемое. Не противоречит. Одни говорили Дух Святой от отца исходящего, а другой от отца и сына. А как? Да потому что мы не знаем. Он от отца и от отца сына. В Библии много противоречий кажущихся. Но вот бесноватые там написано бесноватые, а в другом месте два. В другом месте он указывает более сильного. Пример. Мы идем по улице ну вот с братом, а навстречу нам трое человек. Он ни одного не знает. А я знаю и знаю из них двоих. Пример. Теперь когда мы вернулись давай сядем и напишем. Он может вообще упустить момент этот. А может сказать ей шли дорога и брат с кем-то остановился там поговорили. Я же если буду говорить мы шли дорогой назову по имени фамилии и выделю главное почему я остановился и говорил. А он-то их не знает. Поэтому не противоречие а недоумение незнание. И сектанты не знают священного писания без толкования его и нельзя знать потому что к чтению прилагали толкование чтобы могли понимать Неемия знал об этом ну и отсюда сколько голов сколько умов Таня, Ваня, Маня как они понимают. А у нас 6-й Вселенский Собор 19-е правило запретило толковать вопреки учения церкви уже истолкованному. И вот они всюду когда собираются какие-то чтения вот я сейчас посмотрел у адвентистов вот он говорит столько льет воды о двух светильниках о двух которые будут свидетелями будут иметь возможность закрывать небо он не знает о ком я смотрю уже 15 минут сидят люди и он к ним обращается я гляжу у вас что-то в глазах так потускло вам непонятно такие слова он там вставляет видно что доктор богословия с бородкой и в галстуке а это все можно высказать в одну минуту это будут енох и Илья почему потому что они не вкусили смерти все кончилось а дальше рассказывается какие они будут огонь не заводить с неба он не изводил а енох как ну ему удано будет это они начинают искать а кто другую какую-то возможность имел ага там они будут с водой связано а это кто и не изводить и начинает Моисей там зарававель да зачем тебе придумывать енох это сегодня а только сегодня по наводке одной из сектанток я просто открыл и посмотрел на что она мне указывает если я им указываю они не считают а они мне указывают я считаю всю книгу вот тут был от адвентистов Бутов Вадим ну я ему подарил свою книгу второй том это вот противосектантский все книги называются у меня открытым оком вот вот эту книгу подарил а от него там какая-то адвентистская книга я ее от корки до корки прочитал и подчеркнул что нужно если мне 300 страниц то скажу что 255 примерно написаны правильно а дальше он заворачивает такую степь что его не найдешь ну в общем всегда так яд примешивается к вину чтобы ты съел и не заметил как его съешь причина того что сектанты вот так отрицают гордость Дафана Аверона и Корея почему над нами святые отцы должны давлять ну а куда они забрели они на это даже и не смотрят ну а дальше Бог просто покидает он ничего не понимает тем более если по интернету у меня и по интернету есть люди которые обращаются из сектантов но это очень редкие единицы а в личном присутствии конечно больше он может задать вопрос я могу с подробностью могу дать книгу ему он берет прочитает вот такая причина спасибо господи да еще что к этому может есть какие-то вопросы что непонятно ну в общем получается так что вот 50 лет назад вы сказали сектанты были более как бы любознательные будем говорить более целомудренные более целомудренные от этого их душа стремилась познать путь спасения до конца то есть вот вашим ответом я так понял удовлетворен что сегодняшние сектанты они отошли от этого отходят от этого целомудря рядом не стояли как у них одеваются в брюках накрашены даже у баптистов я уж не говорю про других здесь были адвентисты седьмого дня когда они дворец портно снимали за 100 тысяч рублей в день арендовали да как они насколько они наглые мы раздавали квитки на наши занятия в университет они вот у тебя же хватали из рук очень-очень вели себя безобразно просто где-то и вот эти их резиновые наигранные улыбки там садись там все но пока знаешь что ты ничего не знаешь но если увидишь что ты Библию знаешь мгновенно тебя они вычленяют не допускают ни до кого не разговаривают вот у нас сколько здесь разных сект ну я с ними беседовал с руководством допустим адвентисты седьмого дня линк мы договорились от них одна адвентистка приняла у нас крещение стала православной христианкой договорились она ему отнесла от меня предложение чтобы он приходил к нам вот здесь вот ну сколько я допустим полчаса полчаса проповедь любую о субботе говоря о чем ты желаешь третью ангельскую весть можешь говорить ты можешь говорить о воскресении пять-шесть воскресений у вас там насчитывается говори что хочешь договорились против икон говори ну что тебе нравится тут же будет собрание у нас православное вас никто не перебьет ну а потом в следующую субботу вы же в субботу собираетесь я приду к вам и точно так же полчаса буду говорить согласны конечно согласны но вот проходит время пятница а от них отбой но мы не можем встретиться вот и все и что везде так абсолютно сто процентов другого пока не было а вот когда мы без договора делали они заинтересовались я у них был один раз дали мне слово и вопросы были хорошие вот скажите вот у нас сестры иногда сидят и в окно во время когда братья говорят проповедь а они сидят окно ну окно-то низко и поэтому в окно смотрят а вот у вас если это не отвлекает от проповеди я говорю у нас не может отвлекать во-первых окна очень высоко и узкие туда на лестнице не задержишь а во-вторых проповеди нет их ничего не отвлекает они как в скрепе у нас зашли свечка мерцает она дальше нету как они развеселились но я же не журавлёв я не кривляюсь а рассказываю как есть я не клоун я рассказываю как есть успокоились а второй вопрос а вот у вас бывает так что будет заключение люди приходили к вам вы же в тюрьме работаете то есть я сотрудничаю в 17 лет потому что я сам сидел неоднократно как политзаключённый за веру Христову и у меня знакомых много очень там ну а к вам они на дом приходят исключительно редко бывает так по какой-то финансовой статье его обвинили и он там сидел 4 месяца и не доказано было его освободили а он торговал какими-то флягами а мне фляги нужны он отознал и пришёл ко мне я у него эти фляги все купил тогда а чтобы заключённые которые там не обратились а у меня за 17 лет ни один ни один не обратился как должно ни один повторяю но нравы смягчались это начальство говорит ни одного захвата заложников ничего этого не было в нашей тюрьме это и каждый год мне благодарность была от гуин управления тюрьм и лагерей а у них Николаева звать приличный такой человек просто хороший вот они занимались и заключённые эти пришли он их привёл домой два каких-то человека конечно он угощал они адвентисты очень приветливые и когда у адвентистов было собрание в это время они пришли к нему в гости знают что его дома нет ну зашли они умеют через двери проходить зашли но они как настоящие сыщики обыск сделали в доме лишние вещи прибрали а чтобы это скрыть они сделали так открыли газовую колонку утюг включили под подушку положили потом когда она сотреет будет искра и взорвётся но он пришёл до того момента пока взорвалось я говорю а я никогда этого не делаю никакой нужды нету я с ними встречусь ну где-то у памятника может быть Пушкина в городе договоримся не один а несколько человек вы им не доверяете абсолютно и никогда а были такие я как бы вопросы задаю а были такие чтобы сидели по тяжёлой статье были дуриком попали он сели его подставили в зоне есть там Иванова они подставили он не убивал он ему ножик подкинул такой точно здесь у нас был и вот мы с этим Мишей познакомились приезжает у него в голове не хватало ну так его сумели на него колпак этот надеть да он отсидел 6 лет он вернулся как раз-то боец в одиночку а дальше уже крещение принял всё но в нём всё время оставалась какая-то закваска непокоривости вот сначала там Евгений вот этот Родионов вот теперь там иконамира точит зачем нам это нужно и наконец мы разошлись полностью да ещё я имел неосторожность сказать о его сыне сын его у меня в лагере был толстый толстый чрезмерно злобный ребятишки если играет куча молодых он всей своей туши сверху старался буквально позвоночник сломать человеку я ничего не мог с ней сделать а сестёнка хорошая нормальная и возьми а я пишу характеристики написали о нём как есть она есть даже характеристика тут в моих книгах его написано характер отвратительный а как тебя зовут Боров Кабан ну тебе надо это ты в лагере у меня давай я тебе помогу ты избавишься от всего этого то нет ну и какой да никакой он уже ног не шевелит ну и всё ну и в конце концов разошлись он православный кажется предложили бы священникам мы сейчас не знаем даже где он а могло бы по другому могло при полной отдаче Господу когда мне говорят такой-то человек о вас говорил плохо а другой там хорошо меня это абсолютно не касается Павел говорит вы убили для мира и мир для вас если я узнаю ты любишь Господа вот это меня приближает а ты против Господа вот это отдаляет если ты любишь Христа и Библии мы будем друзьями даже не надо говорить если ты против Библии и против Христа как Невзоров мы навсегда с тобой разошлись но я тебе буду помнить и молиться вот такая причина любовь к Богу покрывает все и тогдашние сектанты были конечно не такие я это подчеркиваю не такие всего полвека назад собирались в такой тишине такие продолжительные были беседы сегодня с этими невозможно абсолютно но им всем уже они вложили уже третье поколение у старобрядцев у баптистов растут которым внушают только с Игнатием Лапкиным не встречайтесь они как заповедь какая-то я не знаю 11 заповедь вот и все я как раз попал под таких сектантов которые мне так и ответили с лапкинцами нам запретили это отделенные бамтисты здесь тоже встречался с такими да я прям встретился я пытался с ними тоже благовествовать говорить ну она старообрядческая там девушка она знакома моей сестре Валентине и говорит а я вот книги Игнатия Лапкина давали а я их не считаю не нравятся они мне она говорит а почему да как он же на Библию ссылается а я Библию не люблю это непоправимая болезнь а если Библию любишь ты эти книги из рук не выпустишь вот смотри 752 страницы это какой 14 том я показываю вот он где вот в каждой книге примерно в среднем 3000 ссылок на Библию не просто ссылок а вот я даже ну в любом месте вот так вот открою вот увеличь и покажи жирным курсивом это места Библии я привожу целые пакеты 3000 в каждом томе вы найдите такую книгу я пишу стихи то есть писал 3467 стихов по 9 4 строчных куплетов и напротив напротив каждого строчки вот напротив каждой строчки сейчас я покажу указано место откуда взято вот посмотри туда же сектанты говорят ой как красиво это откуда эта мысль вот вообразите на одно стихотворение я делаю ссылок 36 вы найдите такое в мировой литературе в мировой литературе такого никогда не было они не знают писания а я знаю эти места я их наизу потому что Бог дал мне такую память я указываю ну и когда люди считают я говорю вы считаете указанные места я говорю сколько время ушло они говорят 25 минут пока стихотворение прочитали просто открыли так это 3467 стихотворения правда я указываю не на каждом но так понятно как-то один пришел человек к нам там приехал потеряевку он что-то слышал обо мне вот я узнал вот вы там вот такое написали это надо каким же быть умным я говорю тут ума то никакого нету я просто беру мысль из священного писания указываю да кто-то вы еще умнее я говорю а как так вы знаете откуда там мысль ну в общем-то да одно дело написать одно дело а другое показать и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился где Пушкин-то не указал Исайя 6 глава это одно место в Библии только которое показывает на это а дальше и он ему грудь рассек мечем и сердце трепетное вынул где это в Библии написано у Еремии он не знал Пушкина то он не мог указать и уголь пылающий водвинул откуда взято из Исайи та же самая взял Серафим говорит Херуим клещами уголь и провел мне по устам он знал это не знал откуда вот так ну и чтобы до конца тогда уже довести этот вопрос ну как говорится не секрет что мы смертные все умираем для того мы и живем и у вас тоже уже возраст такой все таки почтенный и что вы как можно сказать старожил проповедник можете пожелать новым молодым подрастающим проповедником в связи с вашим ответом проповедником православным или сектантом православным конечно ну православным что в первую очередь проповедующим проверить имеешь ли раздение свыше у православных неправильный вход в церковь маленький был его там покрестили они покрестили ладошкой мокрой поп ударил его все окрещено но больше профанации придумать нельзя Моисей придя в возраст предпочел и дальше говорится в возраст придя Надо, чтобы сознательно обратился к Богу Если этого не было, проси у Бога рождение свыше И второй пункт, быть Вадимым Духом Святым Православные вообще не понимают этого О рождении свыше я у православных не слышал ни одной проповеди И даже у знаменитых проповедников я не считал об этом нигде Какая причина, ну я про себя могу сказать, даже боюсь озвучить Люди говорят о том, что знают, что пережили, правильно это и делают Я об этом постоянно говорю А как проверить, от Бога или не от Бога? На молитве А далее, Святая Библия, по Слову Божию И молодым я этого только и желаю Любить Бога Далее, молодые, чтобы сохраняли целомудрие Не только девушки, но и юноши То есть не знали друг друга Поэтому родители детей от себя, чтобы далеко не пускали Тем более маленькие играют, они что угодно делают Нет целомудрия, ничего не нет Память продырявливает больше всего блуд Святой Аполлос его приравнивает к самым страшным грехам А в житии Василия Нового, там Феодора, была такая, умерла Она ухаживала за Григорием Святым, за Василием Новым Вот И были показаны после смерти, душа идет 40 дней Вот сорочин исправляет 20 мытарств И на мытарстве блуда погибает больше, чем на остальных 19 То есть убийцы, чеченцы, взрывы, терроризм Все, что хотите, возьмите вместе Погибает меньше, чем от блуда Прелюбодеяния, разврата, вот это все Молодым я это наказываю в первую очередь Храните себя в целомудрии Выше этого я ничего больше не ставлю Вот три пункта Рождение свыше, водительство Духом Святым И целомудрия Целомудрия я включаю сюда и смиренно мудрия Быть послушанием пастырем церкви Ну нужно смотреть вместо пастыря Не избери волка, златоуз говорит И проверяй Научитесь владеть языком, якобы говорит Поэтому надо за этим следить И умеющий руководить своим языком Он управляет всем телом, якобы говорит Чтобы лишнего никогда не говорили Бояться нужно только того, кто может душу погубить А спрашивает, кто Я говорю, у вас как написано Один говорит, с большой буквы Того бойся, а в другом с маленькой То есть даже не знали, как напечатать С большой буквы Речь идет не о дьяволе, а о Боге Дьявол не может погубить Никто из моей руки не похитит А Бог, Бог решает нашу участь Только с большой Бойтесь того, бойтесь А бояться дьявола у нас такого нету А написано, бойся Бога И заповедь его исполняй Вот почему А некоторые сектанты В большинстве все говорят Это дьявола Ну как это дьявола Дьявола бояться вообще не надо Написано, сокрушит под ноги наши вскоре Это римлянам 16-20 И считаем у евреев 2-14 Как дети причастны к крови То он воспринял оное Дабы смертью своей лишить силы Имеющую державу смерти То есть дьявола Кого дьявол? Он лишен силы Где он лишен силы? На Голгофе Ну где смертью своей Христовой А где Христова смерть была? На Голгофе А когда он лишен силы И наступило тысячелетнее царство Сковано тысячу лет Тут первый пункт Нужно сразу ухватить Пожелание молодежи Не пропускать богослужения Это все в это входит И исповедовать И иметь одного духовника Настоящего духовного Бог укажет где-то Причищаться тайн Христовых И как заразы Как смерти Бояться ересей Почему Агафон Когда его обвиняли Там в блуде В убийстве Он духовно переводил И плакал Да, виновен А однажды увидел женщину Где-то в окно И он всю жизнь считал себя Блудником А однажды Брат там был недовольный И всю жизнь считал себя Убийцей Ненадидящий брат А есть человек-убийца А когда братья уже не знают Так как его обвинить То чтобы он Ну Сказал невиновен И тогда один говорит Давай еретиком назовем Он сразу слезы вытер Нет братья Никогда не был А почему там ты соглашался Это там немощь В плоти человеческой Я мог увлечься Я духовно это Совершил грех этот При любое и настоящее А вот еретиком Это произволение ума Добровольно Отсечься от церкви Это добровольно Стать под знамена Дофана Верона и Корея Числа 16 глава Этого не было со мной Братья никогда Ересь хуже Всякого греха Все сектанты Все еретики 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 до мозга костей Они ничего не понимают У них нет крещения Нет пресчищения Нет таинства Нет церкви Нет церкви Нет спасения Вот это надо знать Я счастливый Что могу сказать Что я Христианин Православный Православный Я не согласен С чем-то С руководством Там бывает церкви Но это говорит только о том Что я еще более усилиюсь В молитве Молиться надо Вот Путин было Уедет куда-то В Индонезию Там куда-то Мы все на молитве Патриарх поехал Усилить молитву за него Чтобы не было Нечаянной смерти Чтобы всем Бог открылся Надо просто Исполниться любовью Я в свое время До ареста еще До первого Насчитал 50 книг На катушке Тогда были Магдаконы И буквально всю страну Наполнил этим Это Бог сделал И был насчитан Архипелаг ГУЛАГ И Библия Все изъяло КГБ Оригиналы были погублены А тогда Переписываешь Другое С него уже Копия уже хуже Хуже Это не то что Сегодня на диске Где-то Но вернувшись оттуда Я заново Пересчитал всю Библию Вот эту вот От корки до корки Вот эту Библию 77 книг И архипелаг ГУЛАГ Это у него там 7 книг Ну в больших томах Три тома И вот Библию Вот эту От корки до корки Это не читать А начитать Начитать Чтобы можно было слушать Вы зайдите в интернет Ну в гугл И зарядите Игнатий Лапкин Или архипелаг ГУЛАГ Добавьте И вам сразу покажется А наш сайт Вот он указан где Здесь все Что я насчитал На сайте А вверху написано Православный форум Игнатия Лапкина У него только Откните в надпись И уже на форуме Там 1400 тем Самых пространных И вот это Хотел сказать Как Господь благословляет У меня 4 причины Чтобы я больше не считал Считающий Должен иметь Хорошие легкие Они у меня Бронхи были испорчены До легких не дошло еще В тюрьме В холодильнике 13 лет меня продержали Поэтому И у меня появляется Кашель Второе Зубы должны быть все Чистое произношение Что спрашивают 74 год Где я прошел Какая машина Дальше Третье Должно быть Хорошее зрение Считать А я иногда Ошибки допускаю Я не вижу Очки не ношу 30 тысяч часов Я провел за компьютером Издавая эти книги Тысяч Ну и Чтец То есть Начитывающий диктор Должен иметь хороший слух А о я Проткнутые перепонки Одна и другая поврежденная Он должен слышать Свой голос И если вы там Найдете И будете Слушать Считать То вы поймете Что даже в этом возрасте Вот в моем 74 год Ну это несколько лет назад было Многое можно сделать Архипелаг Гулаг Эту вот Библию Я начитал С выражением В течении 30 дней Это сегодня даже Для молодых Это непостижимо Как? Всю Библию И архипелаг Гулаг И не читать А насчитать Насчитать Я то есть Все время должен Понимать написанное Чтобы интонации Я ни одного слова Не упустить Не пропустить Ровно 30 дней У меня ушло на это Вот и все И когда мне говорят Ну вот уже старенький сталь Я говорю Не оскорбляйте Ко мне это не относится Я застрял на возрасте Там уже 25 лет Все время я начальник Детского лагеря 40 лет С молодежью Преподавал в разных Университетах Там В школах В милиции Просто привык И вот в этом движении Движение И Господь позволяет Тело стареет Говорит Стареет хижина моя Но эта хижина Не я Трясутся руки От того Что мало сделали добра Ну и прочее Ноги болеют Мало ходил на благовестие Все Спасибо Христос В связи С вашим